Время в операционных системах играет важную роль. Если оно настроено неправильно, то можно столкнуться с различными проблемами. Невозможно будет зайти на безопасные сайты. На многих сайтах есть сертификаты, благодаря которым наш браузер или система могут доверять этим сайтам. Но у сертификатов есть срок действия. И если время в нашей системе сильно отстает или спешит, то браузер будет читать сертификат недействительным и не пускать нас на сайт. Также сложнее будет разобраться в логах и понять, какие события связаны друг с другом, особенно когда у вас множество систем. Где-то часы спешат на 5 минут, где-то отстают на час и сложнее становится коррелировать события. Многие сервисы, настроенные на отказустойчивость, из-за различий во времени могут привести к серьезным неполадкам. И это лишь часть проблем. Поэтому администратору важно уметь настраивать время. В каждом компьютере в материнской плате есть часы, называемые часами реального времени . За счет плоской батарейки они работают всегда, даже когда компьютер выключен. Но они сбиваются, если эта батарейка разрядится или если ее вытащить. И эти часы обычно настраиваются через BIOS, но и операционная система может их изменить. Операционная система при включении узнает время по этим часам. Чтобы посмотреть текущее время на них, можно использовать утилиту hvClock. Цифры после точки – это микросекунды. А плюс указывает, что ко времени добавлено 4 часа. Учтем часовой пояс. Время на таких часах считается в секундах, где нулем является полночь 1 января 1970 года, так называемая эпоха Unix. А количество прошедших секунд называется Unix-временью. По умолчанию Linux предполагает, что на часах стоит время по UTC и добавляет к ним разницу в часовом поясе. А Windows предполагает локальное время. И если вы поставите на один компьютер обе системы, Windows и Linux будут перебивать часы друг друга. Но это легко исправимо. Достаточно на Linux указать, что на этих часах локальное время. Во время запуска компьютера ядро операционной системы считывает RTC, берет время и запускает свои часы, называемые системными. Оно работает в оперативке, поэтому при каждом выключении пропадает. Узнать время на системных часах можно с помощью утилиты Date. Это независимые часы. Поэтому спустя какое-то время системные часы могут расходиться с часами реального времени. Системное время можно поменять с помощью этой же утилиты. Для этого нужно использовать ключ S – Set. Время можно задавать по-разному. Найдите в мане по Date строчку DateString. Здесь есть примеры. Скопируем пример и запустим команду. Как видите, системное время поменялось. Теперь на часах 2004 год. Но это никак не повлияло на RTC. Можно записать время с системных часов на часы реального времени. И наоборот. Это можно сделать через утилиту HVClock с помощью выделенных ключей. Давайте синхронизируем часы, чтобы исправить время. И теперь часы показывают 2021 год. Есть утилита, которая объединяет настройку часов реального времени, системных часов и часового пояса . Как тут видно, локальное время и время на RTC отличаются. Это как раз разница с Windows. И чтобы Linux не добавлял к RTC таймзону, нужно использовать опцию SetLocalRTC со значением True. Но я этого делать не буду, у меня со временем проблем нет. Давайте для примера настроим часовой пояс. Для начала найдем таймзону с помощью опции ListTimeZones и используя поиск с слэша . И с помощью опции SetTimeZone зададим найденное значение. Как видите, теперь часовой пояс Москва. Когда у вас один компьютер, настроить время не проблема. Если время будет спешить или отставать, поправить его тоже не проблема. Но постоянно следить и исправлять часы неудобно. А если дело касается администрирования множества серверов, чувствительных ко времени, то за всеми уследить трудно. Да и все это лишняя трата сил и времени. Чтобы на всех ваших системах было одно и то же время, и чтобы оно постоянно было правильно, используется протокол NTP . Грубо говоря, есть сервера, которые знают правильное время. И ваши системы могут периодически обращаться к этим серверам, узнавать время и поправлять у себя. Сами эти сервера тоже, в свою очередь, берут время у других серверов. Есть определенная иерархия. Точное время с минимальной погрешностью определяется на специальных часах, называемых атомными. Но таких часов не так много, чтобы каждый мог к ним подключиться. Поэтому к ним подключаются первичные сервера времени. Но и первичных серверов времени довольно мало, чтобы каждый желающий мог к ним подключаться. К ним могут подключаться только те, кто раздает время на большое количество устройств. Обычно это вторичные сервера времени. То есть, все по иерархии, как на картинке. У каждого сервера есть так называемый стратум. Это то, на каком слое он находится. То есть, стратум 1 это первичные сервера, стратум 2 вторичные и так далее. Всего значений может быть 15. Чем ближе сервер к атомным часам, тем меньше стратум и тем точнее часы. Но речь идет о микросекундах, поэтому в большинстве случаев это не критично. Обычно в локальной сети вы поднимаете несколько своих NTP-серверов и указываете их на других машинках. Ваши NTP-сервера будут брать время из публичных серверов, а всякие компьютеры и сервера в сети — с ваших локальных NTP-серверов. Если вдруг интернет пропадет, или вы намеренно запретите всем серверам выход в интернет, все равно будет работать синхронизация с локальным NTP-сервером, и время не разбежится. Есть различные программы, которые могут забирать и раздавать время, то есть выступать NTP-клиентом или сервером. Одни из самых популярных — это NTP-D и Crony. Есть определенные различия в функционале, но они не так существенны в большинстве случаев. Но если вам интересно, можете почитать по ссылке. При установке системы мы поставили галочку Network Time, благодаря чему у нас установился NTP-клиент. По умолчанию — это Crony. Чтобы постоянно синхронизировать время, он работает как демон. Если будут расхождения во времени, Crony поправит это. Но не то, чтобы он заменит время на правильное — так делать нельзя, так как это может привести к большим проблемам. Вместо этого Crony будет ускорять или замедлять часы на долю секунд, чтобы исправить время. Соответственно, если время отличается сильно, то и смысла синхронизировать зачастую не будет, так как такой процесс может занять годы. Однако, если ничего важного и чувствительного ко времени не работает на сервере, то можно пренебречь ускорением и сразу выставить нужное время. Также есть утилита Crony7, которая позволяет управлять и смотреть всякую информацию. Одна из главных опций — Sources. Она позволяет узнать, к каким серверам мы обращаемся и все ли нормально. А ключ V, Verboz, дает подсказки, что означают те или иные символы. Если проанализировать вывод, все строчки в таблице начинаются с символа Coret. Наверху видно, что это обозначение для серверов. Как видите, серверов много. Обычно рекомендуется указывать либо четыре и больше серверов, либо один. Дело в том, что NTP для доставки информации использует UTP, то есть не гарантирует целостность данных. Также, говоря о точности времени, речь идет о микросекундах, а у разных серверов время может отличаться. Если указать два сервера, сложно будет понять, кто из них выдает правильное время. С одним сервером таких вопросов не будет. Но если такой сервер станет недоступен, то и узнать время не получится. Если же указать четыре или больше серверов, будут использоваться алгоритмы комбинирования для определения времени. Второй символ в таблице показывает, какой сервер используется. Он выделен звездочкой. Значения с этого сервера могут комбинироваться со значением от некоторых других серверов, а с какими-то не могут. А вот вопрос означает, что такой сервер недоступен. После адресов серверов мы также видим их стратумы. Обычно это два или три. 0 означает, что мы не можем определить стратум, потому что сервер недоступен. Опция Tracking детальнее раскроет информацию. Большая часть этих данных нужна для диагностики проблем. И это не так важно, если вы не работаете с сервисами, щепетильными ко времени. Зачастую вам нужно уметь поднять NTP-сервер и настроить клиента, чтобы они подключались к вашему серверу. Сделаем так. Rheal настроим в качестве NTP-сервера, который будет брать время от публичных NTP-серверов и раздавать на наш Центоз. Начнем с NTP-сервера. Им у нас будет crony.din, который уже предустановлен. Но если у вас его нет, следует его установить и включить. Пакет называется crony, а сервис crony.d. Обычно пакет уже приходит с настройками, где указаны публичные NTP-сервера. Но давайте мы их заменим. Есть проект NTP.org, в котором участвуют сервера по всему миру. Заходим на сайт NTP.pool.org и выберем регион. Для России это Европа. В списке находим RF. Здесь указано 4 адреса. Но на самом деле это не 4 сервера, а сотни серверов, которые находятся за этими адресами. Снизу также есть подсказка, что в большинстве случаев, лучше указывать pool NTP.org, чтобы найти ближайшие адреса. Мы можем как скопировать эти 4 адреса и использовать их, так и последовать совету и использовать pool NTP.org. Параметр сервер мы будем использовать на Cintos. Поэтому давайте для Red Hat Enterprise Linux используем pool. Зайдем в etc.chrony.conf. Здесь уже есть строчка с pool. Закомментируем ее и напишем свою. Кстати, в строчке pool также указан параметр iBurst. Благодаря ему при запуске операционной системы или сервиса синхронизация времени происходит быстрее. Спустимся ниже. Чтобы превратить крони в NTP сервер, то есть чтобы он также раздавал время, надо раскомментировать строчку allow, в котором нужно указать сети, для которых мы будем раздавать адреса. Допустим, я хочу, чтобы он раздавал в сетях 192.168.10.0.24 и 192.168.31.0.24. Еще одно важное замечание. Если вдруг этот компьютер потеряет доступ в интернет и не сможет достучаться до указанных NTP серверов, он перестанет раздавать время. Чтобы он продолжал это делать, когда даже нет интернета, допустим, в закрытой сети, надо раскомментировать строчку localstratum. После проделанных изменений стоит перезапустить сервис crony.d, подождать пару секунд и проверить синхронизацию времени с помощью того же crony.c. Я вижу, что перед одним из серверов стоит звездочка, да и справа есть значение, а не нули. Значит, все работает. Также, чтобы CentOS мог подключиться к этому серверу и брать отсюда время, мне нужно разрешить NTP на firewall. NTP работает на 123-м порту по UDP, а в firewall.den его можно добавить просто как сервис. NTP сервер мы настроили. Осталось настроить клиент. Для начала убедимся, что CentOS видит RHEL. Потом заходим в ETC crony.conf, комментируем пул и прописываем сервер с адресом RHEL. Сохраняем изменения и перезапускаем сервис. Рудем пару секунд и убеждаемся, что NTP сервер доступен и работает. Как видите, в списке отобразился адрес нашего сервера и перед ним есть звездочка. Значит, все ок. Таким образом, мы настроили локальный NTP сервер и подключили к нему, какую-то машинку, чтобы она синхронизировала время. NTP сервер потребляет мало ресурсов. Поэтому мы можем сделать четыре таких сервера, чтобы время по сети было точнее, либо оставить один. Это уже зависит от количества систем в нашей сети. И хотя функционал NTP сервера довольно большой, и мы рассмотрели его поверхностно, этого хватает для большинства задач. Давайте подведем итоги. Мы с вами разобрали часы реального времени и системные часы. Эти часы можно настроить с помощью различных утилит. Hardware Clock, Date и TimeDate KTL. Но лучше всего использовать протокол NTP, чтобы на всех наших серверах было одно актуальное время, что позволит избежать многих проблем. Продолжение следует...